Кузнечики прикази, ля-ля-ля-ля-ля-ля, муканами пои, ля-ля-ля-ля-ля, замок пока пыла, о-о-о, хороша и весела, мукан! Перенесли на сцену старые сказки для нового поколения. Музыкальный спектакль «Папури и чудо-дерево» объединил в себе сразу несколько известных произведений Корнея Чуковского. Это и всем известные «Мой дадыр», «Тараканище», «Айболит» и «Бармалей», а также не такие популярные сказки, например, «Муха в бане». Все это в интересной для детей форме. Необычные образы, яркие костюмы, живая музыка, голоса и веселая хореография – все это приготовил музыкально-просветительский театр для Владимирского зрителя. Кроме того, в качестве рассказчика появится и сам Корнея Чуковский. Своим выходом на сцену автор будет не просто разделять части постановки, но и излагать то, как он написал то или иное произведение. Почему он появится? Да потому что он сам лично появляется в каждом своем произведении, так или иначе. Где-то в виде нравоучения, где-то в виде подсказки, где-то выдумки, острой выдумки и необычной выдумки. Ну, сами понимаете, откуда ни возьмись, появился маленький комарик, и в руке его горит маленький фонарик. Либо по улицам ходил крокодил, либо бармалей, не хотите дети в Африку гулять, да, ну, казалось бы, да, несовместимые вещи. А они все так или иначе предостерегают, наверное, о каких-то поступках. Дария Курпейниди, задействованная в спектакле, с детства знает и любит все эти сказки. Тараканище до сих пор помнит наизусть. На протяжении месяца готовилась к постановке артистка с большим удовольствием. На сцене она, как и другие действующие лица, из образа маленького ребенка перевоплощается то в пирата, приспешника Бармалея, то в букашку в гостях у Чудо-мухи. Дария рассказывает для исполнителей «Чудо-дерево» флэшбек в детство. Для нас, артистов, это уникальная возможность, как на машине времени, очутиться снова там, в этом состоянии. И чем честнее, чем искреннее мы погружаемся в это, тем больше мы счастливы, тем больше мы отдыхаем душой. И это для нас вот такой вот канал для самовыражения, для эмоционального выплеска. В «Чудо-дереве» задействованы не только солисты и музыканты музыкально-просветительского театра, но и дети, коллектив студии эстрадного танца и воспитанники Владимирской школы хореографии. Премьера спектакля на сцене областной филармонии состоится уже в это воскресенье, 9 апреля, в 12.00. Кроме того, возможность увидеть постановку у Владимирского зрителя будет 11 апреля в полдень и 12 апреля в 10.30 и 13.00. Лада Кучетова, Алексей Кандалов, телеканал «Вариант».